Всем привет, это потребительский блог, выпуск 2. Выпуск 1 тут где-то рядом, найдете его легко сами. В прошлом выпуске ни разу не упал экран, камера, и все снялось более-менее. Поэтому пробуем, так сказать, второй выпуск. Снова 10 минут моих мыслей и рассуждений только для тех, кто интересуется уже самой историей канала, его продвижением, какой-то тусовкой нашей грамотных потребителей. Кто хочет, тот смотрит. В нем нет ответов на конкретные вопросы, они за последние 2 года даны в соседних видео. Ну и первая тема для нашего сегодняшнего блога это... Я хотел рассказать вам, как устроен вообще, вы, наверное, не интересовались, мир защиты прав потребителей в интернете. Как это реализовано? Ну не с точки зрения там, те органов, которые контролируют этот чайдный процесс, а с точки зрения вот нас, блогеров, авторов и так далее. Что у нас есть? У нас есть сайты. Все сайты, которые я видел по защите прав потребителей, заброшены. То есть они когда-то делали какой-то контент, 3-4 года основательно снимали видео или писали статьи, делали вопросы на ответ, ответы на вопросы, и сейчас все забросили. Это вот отдельные сайты. У них у всех смешные названия, типа клуб защиты прав потребителей, право потребителей, ну вот точка ру, какие-нибудь такие. Но в них не ведется текущая работа. Ни на одном из них за всю свою жизнь я не встретил фразы электронная претензия. Вот уже 2 года электронная претензия, это самый эффективный, единственный способ грамотно отправлять претензию, но ни на одном из этих сайтов даже она не встречается. Там часто могут быть последние ответы на разбор случая в 2017 году. Ну понятно, что за 5 лет многое поменялось. Вдумайтесь, тогда не было даже электросамокатов, которые сейчас везде. Ну или, например, онлайн-курсов и так далее. Или дистанционные продажи, во, ее недавно видели. Или агрегаторов, вот сколько всего. О, кстати, по поводу агрегаторов мы сейчас с вами поговорим. Вот. Это сайты. Еще есть форумы юристов. Они построены по очень смешному принципу. Там люди задают вопрос, и разные юристы отвечают. Все юристы максимально проталкивают свои услуги. И зачастую отвечают на уровне, вот мы вам чуть-чуть ответим, а остальное только за деньги. И даже переводят на всякие онлайн-консультации и так далее, и так далее. Кстати, сайты в целом, эти агрегаторы вопросов неплохие, потому что там 3-4-5 юристов отвечают. И можно достаточно быстро понять хотя бы общую линию ответов. Хотя бы прочувствовать, как в принципе, какой расклад сил. Ну, например, вы хотите вернуть дистанционно купленный монитор, да, в котором битые пиксели. И вы такие, ага, я могу вернуть по статье 26.1 или не могу? Это относится к тому или нет? И вы как бы раз написали это, чик-чик-чик посмотрели, что в принципе общий ответ юристов, что да, но, да, но, да, скорее всего, и так далее. Вы такие, да, похоже, что да. То есть можно как бы общий расклад изучить. Эти форумы неплохие. Но у них есть минус, лютая коммерция. То есть там справа и слева безосновочная реклама. И, понятное дело, там все буквально в текстовых ответах. То есть вопросик, текстовый ответик. Ну, текстовый ответ, ну, как вариант можно поискать. Там никто не будет вам все ржевывать, как я подробно объяснять. Но какой-то такой ликбез, ликвидацию безграмотности можно получить. Хорошо. Вот. По поводу видео. Видео по защите прав потребителей. Это я все отвечаю на вопрос по поводу текущего расклада сил в интернете по защите прав потребителей. Очень мало. Очень мало всего. Есть несколько каналов юристов, на которых 20, 30 или 200 подписчиков. На них также человек сидит за столом. В свое время когда-то занимался этими вопросами. Видимо, загорелся идеей. Год-два, месяц-два поснимал и забросил. Все каналы заброшены. Есть только вот активных пара блогов. И все, что, соответственно, делают эти блогеры, это люто хайпует. То есть там шоу занимает 90% контента. Вот это вот прийти демонстративно там потребовать. Ему отказали. Значит, уберите камеру. Все там трясется. Он куда-то камеру убирает. Я имею право снимать. Мы при... Да кто вы такие? Да там кто-то, значит, звонит в панике директору. У нас тут какие-то пришли. Ну, вот это вот все чисто желтуха абсолютная. При том, что верное по делу обычно так и происходит. То есть посмотреть тоже можно. Но там больше это расчет на, знаете, на хайп, на эмоциях. То есть там все эмоции. Там анализ защиты прав потребителей никто не дает. Мы тут, помните, были несколько в предыдущих видео. Был вопрос какой-то хороший. Был вопрос, что такое снятие с гарантии. Так вот я снятие с гарантии объяснял аж в трех плоскостях. С точки зрения краткого одного предложения. С точки зрения среднего одного абзаца. С точки зрения подробной, как я сказал, одной страницы. Но там никто этим не занимается. Там все на уровне. Пришел там юрист с чемоданчиком в автосалон. Вы обязаны. Нет, я не буду. А вот так. Так, ну, с вами никто не работает. Я имею в виду с точки зрения пояснения и разжевывания материала. Все идет просто на уровне того, что люди будут друг другу кидать. Ислам. А ты видел, что там? Он пришел в салон там. Давайте подороже. В салон Феррари. А ему там нахамили. Вон, какие они реально. И типа это начинает расползаться по интернету. Здорово. Полезно. Но при чем тут защита прав потребителей? Она тут вообще. Она не то, что тут смежная является дисциплиной. Она тут косвенно затрагивается. Покасательной чуть-чуть. Ладно. Хотя чисто действия. Там понятно, их дело грамотные. Юристы грамотные. Они действуют так грамотно. Но с вами не работают. Хорошо. Все. Это блогеры. Вот, собственно, и все. Вот так у нас. А, по поводу еще давайте иностранной защиты прав потребителей. Это вообще нечто. Я очень активно пытаюсь всегда изучить, как устроена защита прав потребителей. В Японии, в Китае, в Дубае. Вот я недавно прям основательно изучал этот вопрос. В Америке, в Европе. Как сложно. Никто даже близко ничего не напишет. Приходится прямо раз за разом выуживать информацию. По чуть-чуть, по капельке. Через полмесяца случайно где-то еще наткнулся, еще что-то прочитал. Но никакой вообще информации, где можно просто почитать и узнать, нет. Все на уровне. Что-то там, где-то. Чуть-чуть бывает, да. Ну, очень тяжело. Очень тяжело. Из интересного. Я тут еще недавно почитал. Закон защиты прав потребителей в Белоруссии. Вот это интересно. Вот это реально достойно отдельного видео. Что достойно? То, что у них все очень похоже на нашу ситуацию. Но есть просто феноменальные различия. Например, у них там законодательственный термин, по-моему, дорогостоящий товар. Дорогостоящий товар. Который вычисляется от какой-то там, по-моему, единой цены, средней цены. Ну, короче, от какого-то показателя, который устанавливается тоже государством. И у них дорогостоящий товар. Вдумайтесь, дорогостоящий товар. Он сейчас, получается, стоит 400 тысяч. То есть машина, например, дорогостоящий товар. Ноутбук, скорее всего, нет. А как у нас? У нас только товар бывает технически сложный или обыкновенный. А у них дорогостоящий товар. Ну, прикольно, прикольно. Вот это интересно. А что дорогостоящий товар? С ним одни процедуры, а с недорогостоящим, наверное, как назвать, дешево стоящие, с ним другие. Да. Вот этот обзор бы сделать. Вообще у меня в планах есть обзор европейской и британской тематики защиты прав потребителей. Но там капец как все интересно, но мало доступно. То есть информацию прям вот не достать, не достать. Такое чувство, что ее там так мало даже, потому что ее и нету. То есть ее никто не прячет, ее просто нет. И вот давайте в конце еще коснемся вопроса. ПВЗ. Вот сейчас на радио каждый день шумиха. ПВЗ, ПВЗ. Пункт выдачи заказов. По всему городу, в каждом городе вот везде пункты выдачи заказов. И, соответственно, какие-то там штрафы 100 рублей за возврат от популярных этих компаний. Они там ругаются, устраивают какие-то забастовки, другие недовольны. Что делать? И мне уже начали на канале это писать. А я вот смотрю на все эти вопросы про агрегаторы и их ПВЗ, пункты выдачи заказов. И думаю, а что вообще происходит? Все же очевидно. То есть мои видео, которые сняты за два года последних, они универсально уже дали ответы на этот вопрос. Давайте вам поясню. Вот все, что касается взаимоотношений магазина самого агрегатора и пункта выдачи. Вот когда сам крупный агрегатор как-то взаимодействует с пунктом выдачи. Что-то у них какие-то там внутренние штрафы, недовольства. Это вообще к закону о защите прав потребителей не имеет. Закон о защите прав потребителей касается только конечных потребителей. Все эти пункты выдачи это просто их коммерческие дела. Это одна коммерческая компания, пункт выдачи заказов, хочет зарабатывать деньги и взаимодействует с крупным агрегатором, который тоже хочет зарабатывать деньги. То есть все это просто чисто коммерческие отношения. А вот все, что связано с взаимодействием потребителей и крупной компанией или пунктом выдачи заказов, тут чуть-чуть интереснее. Вот эта тема, она да, она может быть в принципе затронута, но мы ее в следующих блоге и обсудим, наверное.